Так, наконец-то кидаши руки, делаю видео и по этой теме. Значит, темой нашего сегодняшнего ролика будет одна известная антисмагарская группа. Я долго рассмотрел уже на эту группу, так сказать, сталкивался с ней сам. Ну и фото туда постили какие-то мудаки. Ну и особо не следил за обсуждениями. Ну в общем, что... Хочу сказать. Поначалу я думал, что эта группа какая-то белорусская, наверное. Просто может быть какие-то ватники, не любят там смахаров и все такое. Видно, очень часто попадаются надписи на белорусском языке. То есть, ну, думаю, что это как бы наши люди делают. Однако, не так давно я решил глянуть, в общем-то, состав. Кто же там состоит в этой группе. И, честно говоря, уделюсь, я думаю, вы тоже. Как бы, да, истинная группа белорусская, антибелорусская, которая выливает грязью историю, выливая грязью людей, которые пытаются как-то отстаивать свои права, благодаря которым во многом законно-пределение было отменивано очень многие вещи. Тем не менее. Значит, смотрите. 5772 человека у нас состоит в этой группе. Ну, я думаю, ну, надо посмотреть, что там. Может, просто какие-то ватники. Открываю, и тут никакой этой нет. Город не указан. Я не тролль, просто у меня на любую тему есть свое мнение. Понятно. Так. Следующий. Вот, Юрий Лебедев какой-то. Что у нас тут? Это Санкт-Петербург. Город. Ну, думаю, мало ли что. Ладно. Открываем тогда следующий. Третий у нас кто? Иван Кулагин. Санкт-Петербург. Что такое? Так, Роман Романов. Блин, опять испится. Что, истинные белорусы там? Я думал, это группа истинных белорусов. Красно-зеленых, а тут, блин, вот что такое. Это же Санкт-Петербург, или что такое. Так, Андрей Кучелин. Санкт-Петербург. Вот она оказывается, в чем корень всей природы. Так сказать, тут Пешевар, но это какой-то фейк-выбор. Судя по знаку, это какой-то русский националист. Или что-то в этом роде. Тоже вряд ли из Белоруссии. Так, дальше что? Балина Евгеньевна. Санкт-Петербург. Собравные белорусы. Вырушают нашу историю нашу. Круто. Кто там еще? Джеймс Хорн. О, Санкт-Петербург. А че это Джеймс Хорн? Как-то не пристало поганым бендозским именем именоваться. Вата не поймет. Так, дальше что? Рулон Обоев. Так, что это за рулон? Санкт-Петербург. Не, ну хоть один вообще белорус тут есть? Мне вот интересно. Хотя бы один. Санкт-Петербург. Все соправданные белорусы я смотрю. А то я просто как-то на голову не налазила, как вообще белорусы могут делать то, что, собственно, творится там в этой группе. Сюрпа с ценами Кремля. На заработках, наверное. Так. Что тут у нас? Георгий Марфонов. Ну, связь из Питера. Что ж это такое? Чего вам, не имется там? Так хочется решать судьбу Беларуси. Лучше бы подумали, как бы Карелия и Финляндия не отошла. Вот типичная вата. У самих проблем достаточно, но, блин, надо лезть в Беларусь решать, как тут жить. Литвины там, с Богоры кругом, надо срочно что-то делать. Спасать Беларусь. Карелию, блин, спасайте, чтоб к Финлянам не отошла. Так, Кирилл Корнилов. Санкт-Петербург. Александр Китаев, Москва. Все поголовные, одни белорусы. Сергей Фасад. Ладно, я листанем пару страниц. Вот какой-то воин. Место работы. Тверская генерация. Тоже, судя по всему, не наш. Так, давайте-ка произвольно. Кого-нибудь еще? Андрей Ковалев какой-то. Санкт-Петербург. Ну, блин, теперь мне неудивительно, почему они так работают. У меня даже, знаете, поначалу было, так сказать, предположение, что это какие-то там Барселевовцы, ККПшники. Но теперь я вижу, что ошибся, так сказать. Дмитрий Белов. Москва. Все, настоящие белорусы. Так, ну давайте вот. Ну, Георгий Селецов. Ну, это, наверное, точно белорус. О, да, вот он. Один-один белорус единственный. Обнаружен. Ну, слава богу, хоть один. Из тысяч. Вот какой-то Миша Кривоедов. Москва. Сергей Пальцев. Выборг. Короче, ну, вы все поняли, да. Субтитры сделал DimaTorzok.